Хауди, вы на канале эфирный мёд, с вами Ралл и Макс Эндерхилл. Здарова дорогие! И в этом видео вы получите несколько быстрых советов, которые будут актуальны новичкам. О самих же тезисах, которые будут озвучены в видео, игра никак не рассказывает, поэтому вы точно узнаете что-то новое для себя. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, берите лавки и горячий чай, и мы начинаем. Ролл додж, оно же перекатывание, уклонение. Немногие игроки в курсе, что при перекате, то есть ролл доджа или кувырке, на вас накладывается дебаф, который каждый последующий ролл додж будет делать более дорогим, то есть с каждым применением, начиная отсчет с первого переката. Этот дебаф будет делать сам ролл додж все более прожорливее каждый раз, когда вы его используете. Но этот дебаф не бесконечный, а сам длится какое-то время, недолго. Вы можете спокойно сделать один ролл додж, немного подождать, а затем уже сделать повторный ролл додж спустя несколько секунд, но не сразу. При таких обстоятельствах дебаф на штраф ролл доджа на вас не навесится, и вы более экономно сможете расходовать свою стамину, он же запас сил, чтобы выкатиться из механики, которая либо вас фаншотнет, то есть убьет с одного удара, либо поставит вас в неприятную ситуацию, когда сама механика либо станет вас, или же делает на какое-то время вас оглушенным, из-за чего вы не можете использовать способности. Также какая-то механика, от которой вам нужно уклониться, может нанести порядочное количество урона или повесить какой-либо другой дебаф, что во всех ситуациях весьма неприятно, и если есть возможность избежать урон, лучше пойти именно по этой стратегии. Тем более если вы дд, то есть дэмэдж дилер, персонаж, который наносит урон. Также упомянули про кд, то есть откат дебафа на ролл додж, отслеживать его же наличие на вашем персонаже можно следующим образом. Также вы можете использовать различные аддоны, которые будут вводить на экран состояние вашего персонажа, включая как раз штрафы за уклонение и не восприимчивость к контролю. При самом ролл додже в области стоп вашего персонажа, то есть нижней части ног, будет появляться небольшое, но контрастное зеленое свечение. Когда он и присутствует, это значит, что вы в данный момент дебафнуты, то есть для вас это означает, что каждый последующий ковырок будет стоить дороже по стамине, чем предыдущие. Имейте в виду, что если вы используете в качестве оружия лук, в зависимости от того, на какой панели он у вас стоит, вы можете скомбинировать ковырок, будучи экипированным данным луком. То есть находясь на панели с данным оружием, войти, так скажем, в синергию с пассивками лука, то есть со способностями, которые не нужно нажимать, которые работают пассивно при выполнении конкретных условий. Сама пассивка звучит так. При уклонении вы на 4 секунды получаете баф Major Expedition, который перевели в русской локализации как великое ускорение. Этот баф увеличивает скорость вашего бега на 30%. Разумнее всего использовать это, если, например, у вас две панели оружия. На одной двуручь или дуалы, неважно, а на второй лук. И в момент, когда вам нужно резко ускориться, вы используете, разумеется, роллдош, держа в руках лук. Будь то механика на боссе, который обязует вас быстро сркатить дистанцию, или просто перебежка на трэше. То есть сократить активности, связанные с уничтожением маленьких мобов. Вы можете переключиться с основной панели оружия, сделать кувырок, а затем вернуться на основную. Но баф от Major Expedition 30% у вас останется. Даже если вы не на активной панели с луком. Благодаря чему можно здорово ускорить своего персонажа, если вы на уровне рефлексов отточите данное действие. Как мы видим в ситуации с луком. Также держим в уме, что во время уклонения, то есть роллдоджа, вы в момент анимации, когда вы уклоняетесь, вы становитесь практически неуязвимым. И поэтому этой особенностью механики нужно грамотно пользоваться. Если вы ищете возможности чуть более прокачать ваш роллдодж, то запоминайте, что каждая средняя часть брони снижает стоимость кувырка на 4%. Поговорим о градации ПВЕ активностей от самого легкого к самому тяжелому контенту, разумеется, в контексте боевой системы. Первое — это обычный пакей мобчиков в Оверленде, то есть на открытой карте. Они не представляют никакой опасности, ровно как и вражинки из активностей, которые называются Дельвами, ну или же Вылазками, как мы их знаем в РУ Локализации. Особенностями данной активности является повторяющаяся структура. Небольшое подземелье с пачками трэша, то есть легких мобов на пути, и обязательно квестодатель, в некоторых ситуациях и сам квестодатель как таковой может даже отсутствовать. Скайшард, запрятанный в обязательном порядке, ну и, разумеется, босс в конце. Далее у нас идут публичные подземелья, ну или же Павлик Данжи, как их принято называть у нас в сообществе в древних свитках по интернету. Эти активности уже примечательны более-менее ладно скроенной историей с точки зрения сценарного мастерства. Тут разрабы уже пытаются во что-то похожее на небольшую историю. В конце каждого квеста из таких активностей вам железно выдают какой-либо сувенир. С помощью которого вы можете, например, дурачиться, ну или же использовать в уместном контексте. Например, если вы ролевик. Также этот тип активности предполагает уже несколько боссов, а не одного. Пачки мобов на пути к боссу, ну и по традиции Скайшард. Только теперь, так как количество боссов увеличилось, вам добавляются еще дополнительные ачивки, которые нужно сделать, разумеется, если вы за ними охотитесь, за этими самыми ачивками. Это неплохой способ в форсированном режиме собрать очки способности, если у вас есть таковая потребность. Подобного рода данджи даже в объеме отличаются также. Они больше, зачастую более проработаны в деталях. Ну и, как ранее говорилось, имеют историю, которая в масштабе побольше, чем в активностях по типу дельвов, ну или же вылазок. Далее у нас идут такие активности мировые, как, например, дольмины, как в оригинальной игре, гейзеры, как на Саммерсете, хэролл-стормы или мрачные бури в Греймуре. Далее эта механика будет везде одинаковой. Она подразумевает групповую активность. Если в базовой игре вы могли спокойно в соло закрывать эти дольмены, то Саммерсет требует от вас уже какого-никакого билда. Хэролл-стормы же, ну или же мрачные бури, и вовсе требует реакции законченного соло-билда, который включает в себя и нанесение урона, и састейн, то есть хороший восполняемый своих ресурсов, маны, стамина, ну и выживаемости, разумеется, так же. И только в таких случаях можно закрывать их в соло. Ну или, как вариант, собрать боевых товарищей и быть в качестве вагона. Это тоже нормальная опция. Что касаемо наград, в конце данной активности вы получите сундучок, который можете залутать со всяким разным. Зависит от рандома, а рандом, как известно, штука коварная, и может как ничего не давать, так и резко вас удивить. Далее у нас мировые боссы. Мировые боссы — это такие боссы-папашки в определенной области. Зачастую они не настолько тяжелые, и спокойно их можно одолеть даже в одиночку при должном умении. С них также падают части снаряжения, характерные для локаций, в которой этот босс находится. Ну а также вещи по мелочи, ну и всякий мусор, разумеется, тоже. Далее у нас 4 people-контент. Он включает в себя normal, облегченную версию, и ветеранский уровень сложности. Это конкретно данжи, аренки и все такое прочее. Сами уровни сложности также регулируются. Например, данжи из базовой игры на порядок легче, чем те же аналоги из DLS. По структуре это зачастую также паки трэша, то есть скопление противников, квестик с гарантированным скиллпоинтом, боссы. Офционально на каждом боссе, не только на последнем, можно включать хард-моды, как, например, в таком данже, как Stone Garden, Каменный Сад, ну и в нововышедших также. Там на вете вы можете врубать хард-мод, то есть усложненный уровень сложности на каждом боссе. Активировать хард-мод на втором боссе, и далее можно лишь при условии, что уже был выполнен хард-мод на первом боссе. Также вы получите гарантированный сет из данного подземелья, ну и к тому же монстр-сеты. Монстр-сеты это комплекты снаряжений из двух частей, которые специализированно падают в каждом данже. Но имейте в виду, что у каждого данжа, то есть подземелья, свой монстр-сет. Также за выполнение ачивок вы можете получать личностью, ну и, разумеется, также и скины. Есть также арены. В данный момент у нас присутствует Драгонстар арена. Это часть базовой игры. И Black Rose Prison арена. Это арена Тюрьма Черная Роза. В сообществе мы ее называем БРП-ареной. Войти в нее можно с помощью ДЛТ Меркмайер. На православном она называется Мрачной Тресиной. Рассчитаны они так же, как и данжи, на четверых человек. Зачастую отличаются структурой, в них также есть квест, а сама локация подразумевает аренообразные комнаты под разной декорацией. Ну и в конце каждой арены, разумеется, награда. Как только вы победите финального босса, вы получите сундук, в котором вам выпадает комплект снаряжения также из этого данжа. Например, в случае с Black Rose ареной, это БРП-парники. Совершенная призрачная оборона, которую вы видите в данный момент на экране. В случае же с Драгонстар ареной, это, к примеру, Двуруч. Аналогичная ситуация с Соло аренами. В данный момент в игре есть Мелшторм арена, вихревая, как перевели ее нам на русский, и в Аташаран Холлоу, дебри в Аташарана на православном. Там структура идентичная, только рассчитаны они на одиночное прохождение. То есть боевых товарищей, и в том числе спутников, туда брать нельзя. И о самом интересном вам уже расскажет Ралл. И, наконец, самые сложные подземелья, которые рассчитаны на 12 человек. Они же Триалы. В рулокализации испытания. Аналогичные с 4 попл-контентом делятся на нормал и ветеранский уровень сложности. А также для самых заинтересованных игроков имеют усложненный режим, то есть хардмод. Аналогично с прошлыми 4 попл-активностями вам также сыпят здесь сеты. А на ветеранском уровне сложности вы получаете совершенные версии сетов, которые отличаются от обычных версий дополнительным шестым статом. Но есть несколько Триалов, в которых нет совершенной версии снаряжения. А именно, Пайс Лорхаджа, все Триалы в Краглорне и Залы Фабрикации. За прохождение Триалов вы получите титулы, оболочки, они же скины. Но за самые тяжелые активности вы можете получить даже маунта. Самый тяжелый тип прохождения называется прохождением на Трифекту. То есть одновременно вам и вашей команде нужно не подохнуть, уложиться за короткое время и активировать усложненный режим. В сообществе у нас он называется ХМ, Спидран и Неумирайка. За прохождение как раз Трифект вы и получаете маунтов. Например, в Санспайре, Солнечном Шпиле, дается вот такой вот маунт. В Роггроуве, Каменной Рощи, выдается вот такой маунт. А в случае с актуальным Триалом, ДСРом, Рифом Зловещих Парусок, за Трифекту получим вот такого вот волчка. Вообще, всегда фиксировано за прохождение Триала, начиная с главы Эльсвейер, вы будете получать маунта за Трифекту. И скорее всего данная культура останется в игре и в будущем. Спасибо большое за ваше внимание и просмотр. Если этот ролик оказался для вас полезным, обязательно поставьте лайк и оставьте комментарий. А также напоминаю вам про наш Дискорд сервер, в котором как раз и проходит вся основная движуха нашего канала. До следующего ролика лапки. Покеда. Будьте здоровы!